Это война, которая выглядит как война. Почему ее надо называть специальной военной операцией? Когда я проснулся после наркоза, это было ужасно. Это было одно из самых плохих ощущений в моей жизни, потому что я просыпаюсь, я не могу двигаться, мне больно. Все вообще беспомощны абсолютно. И я понимаю уже в тот момент, что я не полечу обратно в Россию. Я говорил, что все, поехали, это невозможно. Я не смог ее увидеть, она приняла свое решение. Константин, ну что, это первый малиновый фраппе в вашей жизни? Да, клубничные были, малиновый первый. Вкусно, кстати. Все, что я делал, я делал, потому что я считал, что так правильно, а не потому что я хотел быть там каким-то супергероем или что-то в этом роде. Меня зовут Константин Лоханов, мне 25 лет. Я четырехкратный чемпион мира среди юниоров по фехтованию и участник Олимпийских игр в Токио. Сейчас я живу и работаю в Америке. Саблист Константин Лоханов входил в число самых перспективных российских фехтовальщиков после завоевания множества международных титулов на юниорском уровне и попадания в состав национальной сборной. Он был первым номером мирового рейтинга среди юниоров на протяжении двух лет. В 2021 году Лоханов дебютировал на Олимпиаде, заняв в командном первенстве саблистов седьмое место в составе сборной Олимпийского комитета России. Однако полномасштабная война России в Украине, начатая в феврале 2022 года, привела не только к переезду фехтовальщиков США из-за его несогласия с войной, но и к громкому спортивному разводу. Женой Константина Лоханова была двукратная олимпийская чемпионка София Познякова, дочь действующего главы Олимпийского комитета России Станислава Познякова. Теперь Лоханов выступает на американских соревнованиях, тренирует детей в Калифорнии и надеется в ближайшее время получить гражданство США, чтобы принять участие в Олимпиаде 2028 года в Лос-Анджелесе уже в составе американской сборной. Константин, приветствую вас, рад видеть здесь в США, в Калифорнии. Ну, не могу не начать с вопроса о том, в чем заключается ваша американская мечта? Очень сложный вопрос сходу. Моя спокойствие в каком-то. Я просто хочу делать то, что я хочу делать в моменте, я бы так сказал. То есть я знаю, что в Америке ты можешь делать все, что угодно, и тебе ничего за это не будет, пока ты не нарушаешь закон. Это, наверное, не совсем ответ на американскую мечту, это скорее мое текущее состояние. Да, а что касается целей, задач, которые перед собой ставить, в том числе спортивных? У меня две параллельные линии. Это тренерство и фехтование. И в них задачи, в принципе, одинаковые, как и всегда в спорте, результат. Сейчас я больше сконцентрирован на тренерстве, потому что, опять же, фехтовать самому мне пока не за кого. Если все получится, я смогу фехтовать, тогда уже нужно будет это совмещать. Но, в принципе, у спортсменов очень просто. Задача всегда одна – это результат. Вот я как раз хотел здесь спросить, рассматривают ли вас уже другие саблисты американские, профессиональные, которые в топе, как такого действительно уже конкурента за место в сборной? Или пока нет? Я думаю, что, наверное, пока нет. То есть я не знаю, я не спрашиваю. Но, опять же, пока я не гражданин США, я им не конкурент. Чисто по правилам. Ну, конечно, сейчас очень важно, какое будет принято решение относительно предоставления вам гражданства. Насколько для вас значимо, что не возникло никаких проблем с позицией Федерации фехтования США и Олимпийского комитета США, которые выступили в поддержку и вас, и Сергея, и Виолетты Бида, с официальными письмами, направленными в Конгресс? Насколько это дает вам импульс? Это приятное ощущение поддержки, я бы сказал. Потому что они не обязаны были это делать. Опять же, в интересах части, допустим, если взять отдельную федерацию фехтования, то есть они сделали это ввиду своих видений жизни, я бы сказал. То есть они считают, что это правильно. И большое им за это спасибо. Но прекрасно можно догадаться, что часть людей не будет этому рады. Потому что, опять же, зачем им лишняя конкуренция? Поэтому это было очень приятно. И это дало ощущение, что им не все равно, и они хотели бы нас видеть в своей команде. Вот в этих письмах официальных, в частности Фила Эндрюса, главы Федерации фехтования США, говорится о чрезвычайных обстоятельствах, жертвах и рисках, на которые пошли российские спортсмены с переездом в США. Вот как вы видите, как вы можете охаризовать те риски, с которыми вы столкнулись и риски, на которые вы пошли? Мне кажется, это проще сказать со стороны, чем изнутри. Потому что все, что я делал, я делал потому, что я считал, что так правильно. А не потому, что я хотел быть каким-то супергероем или что-то в этом роде. Я часто слышу этот вопрос, и я никогда не знаю, что на него ответить. Потому что в моей голове я все просто сделал, как должен был и в чем жертва. Но если так разобраться, то, наверное, да. То есть ты делаешь шаг, меняешь сторону и так далее. Но, опять же, было сложно в моменте. Но с каждым ним я понимаю, что это было правильное решение. И чем дальше, тем правильнее я его, более правильнее я его ощущаю. Поэтому не знаю. Мне кажется, со стороны виднее. Ну вот со стороны многие подчеркивают, что, действительно, вы оказались одним из немногих российских спортсменов высокого уровня, который осудил российскую агрессию в отношении Украины, уже полномасштабную войну, которая началась в 22-м году. Как вам далось такое решение опубличить свою позицию? И вот что вы можете сейчас сказать о тех ощущениях тогда, февраля 22-го года? Ответ примерно такой же. Это не было для меня сложно. То есть это было по ощущениям, как так должно быть. То есть, да, я там не в первый день что-то начал говорить, потому что мне нужно было понять, что я в безопасности для начала. Но, опять же, какого-то такого ощущения, что я вот как-то переступил через что-то, чтобы в начале высказки у меня не было. Я чувствовал это абсолютно natural. Почему для вас вот оказалось несложно называть войну войной? Потому что война — это война. Я не понимаю. То есть попытка переписать русский язык, а зачем? Это отрицательный рост, вот это все подобные вещи, но это просто глупо. Окей, можно как угодно это называть, но это война, которая выглядит как война. Почему ее надо называть специальная военная операция? Специальная военная операция может длиться два года, специальная операция длится неделю в моем представлении. Ну, две недели. Самое простое — называть вещи так, как они есть. То есть, если это война, ты называешь это войной. Все. То есть, опять же, я не вижу ничего сложного. Именно так совпало, что вы в момент нападения России на Украину находились в Германии на лечении, в ожидании операции. Расскажите, вот как вот именно вот эти таймлайн, так называемый, сложился? Это интересно. Я должен был улететь в Германию, ну и улетел, собственно, 23 февраля. Я абсолютно случайно взялся. У меня два заграничных паспорта, по закону разрешено, сразу говорю. Чтобы штампики... У меня был один паспорт с европейской визой и один паспорт с американской визой. Я летел в Германию. Я не знаю, что меня побудило, какое у меня было подсознательное чувство, я взял оба паспорта с собой. Я спокойно сел на самолет в Москва, Мюнхен, аэрофлота. Ничего не предвещало. Я прилетел в Германию, меня встретили знакомые, кто организовал мое лечение. И мне надо было, типа, полтора часа ехать до клиники. Мы начали обсуждать, что происходит. И я с полной уверенностью говорю, да ничего не будет. Они просто там пугают, торгуются. Ну, как они обычно, собственно, всегда до этого и делают. Все, мы сделали МРТ 23-го, сказали, что нужна вторая операция. И 24-го я с утра просыпаюсь. Я вижу, что у меня телефон просто взорвался. Миллион notifications. И я смотрю, что очень много сообщений от моего друга, который уже живет в Америке. И я просто лежал весь день, читал новости и шел. Не веря в происходящие. Ну, зачем? Для чего это? Ну, это абсурд. То есть, в моем понимании, война – это что-то из 20-го и раньше веков. Это не современный способ решения вопросов. То есть, сейчас, грубо говоря, вся политика решается просто деньгами и влиянием, интересами. Но оружие – это просто бессмысленно, на мой взгляд. Но, тем не менее, это случилось. И 25-го с утра я приехал в клинику. И меня прооперировали. И все, я проснулся после наркоза. Это было ужасно. Это было одно из самых плохих ощущений в моей жизни. Потому что я просыпаюсь, я не могу двигаться. Мне больно. Я вообще беспомощный абсолютно. И при этом еще и я понимаю уже в тот момент, что я не полечу обратно в Россию. То есть, это было очень так, быстро шелкнуло. Вот это шелкнуло, что не полетите точно уже после операции? Это шелкнуло, да, сразу. То есть, там уже дальше был вопрос организационного характера, но шелкнуло сразу. Вы говорите, что у вас шелкнуло, но при этом вы были на тот момент женатым человеком. И, опять же, вторая половина ваша, София Познякова, тоже должна была сделать выбор определенный. Как у вас развивались эти события? Как вы обсуждали с ней вероятность переезда вместе? Что она говорила? Мы просто очень много разговаривали по телефону. Каждый день, по сколько-то часов обсуждали, что происходит. Я говорил, что все, поехали. Это, ну, невозможно. И все, и, грубо говоря, это были торги и переговоры. Ну, закончилось, как закончилось. То есть, я не смог ее убедить. Она приняла свое решение. Все окей. А действительно были моменты, когда она готова была все-таки уехать? Я не знаю. Наверное. Ну, это сложно, когда ты разговариваешь по несколько часов. Наверное, всегда какие-то сомнения в правильности решения есть. Но, опять же, есть решение. Какой там был мыслительный процесс, это уже дело десятки. Я понимаю из ваших слов, что вы нормально расстались с Софией, но вот на данный момент уже почти два года. То есть, вот есть сожаление, что у вас так именно в личном брак распался все-таки? Это вопрос выбора. То есть, скажем так, это нельзя рассматривать в атрибле от всего остального. А учитывая все, что происходит, и чем дальше, тем хуже, то я, опять же, как я сказал до этого, я каждый день убеждаюсь в правильности своего решения. И смотреть это в атрибе просто невозможно. Как вы считаете, вот просто даже гипотетически, если бы отец Софии не был главой Олимпийского комитета России, не занимал такую высокую позицию, другое решение могло бы быть? Я не знаю. Может быть. Может, нет. Но комментарии вашего бывшего тестя Станислава Познякова, вы наверняка их в любом случае хотите, не хотите, замечаете. Как вы на них реагируете? Да это смешно. В большей степени это просто смешно. Самое основное, что я вообще не понимаю, как родилась эта мысль про ФРП, самокаты. У меня никогда в жизни не было самоката. Я не люблю ФРП. То есть я просто логики не вижу. То есть, грубо говоря, он же меня знает, если бы он хотел как-то меня задеть, уколоть, еще что-то. Но я так понимаю, это такой... Самокаты и ФРП, собирательный образ, такой прогрессивной молодежи, свободных взглядов и так далее. Но можно было тогда что-то придумать непосредственно про меня. Но нет. Не знаю. Просто смешно. Ну, наверное, опаснее немножко другие слова. Про то, чтобы главное не попихнуться или не подавиться печеньками. Рассматриваете ли это как одну из угроз, возможно, не лично, от господина Познякова, а вообще в целом от людей из России, которые осадили хейтом и вас, и Сергея, и Виолетту? Может быть. Но, опять же, почему я должен переживать по этому поводу? Ну, даже если это угроза. Ну и что? Ну, хорошо. То есть, ну, опять же, суть решения о переезде и смене жизни, так скажем, в свободе. Говорить и действовать. Собственно, в основной американской ценности. И если я буду после таких полувыпадов в мой адрес как-то реагировать, то в чем суть тогда была изначально? Спасибо. У вас есть шо? Константин, ну что, это первый малиновый фраппе в вашей жизни? Да. Клубничный были, малиновый первый. Ну, видимо, сбылась мечта Станислава Познякова. Вкусно, кстати. Не случайно он сказал, что вы любитель малинового фраппе теперь. Собирательный образ свободной молодежи. Еще были слова о том, что, когда Станислав Позняков комментировал действия своей дочери, что ей хватило воспитания и любви к родине, чтобы не поддаться такому же примеру. Это тоже был дополнительный укол в ваш адрес или нет? Ну, наверное, но давайте разберемся. Родина от слова род, правильно? Это место, где ты родился. Я родился в Казахстане. По такой формулировке Россия не является моей родиной. Если, грубо говоря, где я вырос, да. Но мне нравится свобода перемещений. То есть у меня я всегда любил ездить в разные страны, летать все время куда-то. И у меня нет никакой конкретной привязки к конкретной стране. Я не понимаю, почему она должна быть. Мне кажется, это советская какая-то история, что надо быть патриотом своей страны. Ну, надо любить свою страну, наверное. Но, во-первых, это должна быть взаимная любовь. Во-вторых, любить страну не обязательно жизнедеет. Ну, например, я люблю Японию. Я люблю Корею. Я люблю Испанию очень. Это не значит, что я должен там жить. Согласны ли вы с тем, что в вашем случае личное и спорт пересеклись, и вот что вылилось в этом спортивном разводе, так называемом, да, с учетом того, что вот ваш тесть руководит, теперь уже бывший тесть руководит Олимпийским комитетом России. Сыграло ли это большую роль в шумихе, которая вокруг вас образовалась? Фехтование не такой популярный ве спорта. То есть, грубо говоря, была бы такая же шумиха, если бы это была просто как бы обычная семья. Не знаю. Наверное, нет. Но, опять же, ввиду того, что не так много спортсменов, кто уехали, может быть, и да, я не знаю. Но, естественно, это катализатор такого, что это очень громко стало. Получается, что в войну вы лишились жены, в пандемию коронавируса вы потеряли маму, соболезную вам. Можно ли говорить, что вот вообще что-то было, что вам помогло пройти через эти испытания и начать все с чистого листа в США? За счет чего? Как вы смогли через это пройти? Друзья. Мы просто висели часами на телефонах, и все мои лучшие друзья поддержали. Они сказали, что я все делаю правильно. Это было важно в моменте. Но это все равно сложно. То есть, в любом случае, это так безболезненно не проходит, занимает много времени. Но да, то есть просто нужны близкие люди, которые поддерживают. Но, опять же, в данной ситуации у меня было много близких людей, и они были разделены ровно пополам. Поэтому было сложнее, чем могло бы быть. Но если какое-то искать заклинание, его нет. Но были, не называя поименно, люди, которые вас разочаровали с точки зрения реакции на ваше решение, то есть от которых вы рассчитывали на поддержку, но не дождались? Или, в принципе, уже заранее знали, кто поддержит, а кто нет? Плюс-минус заранее было понятно. Плюс-минус. Нет, таких прям разочарований не было. В целом, реакция спортивного сообщества, и не только фехтовального. Как вы оцените в России на ваш переезд? Поскольку шумиха действительно поднялась серьезно. Вот, по крайней мере, недавно, 18 февраля, Софья Великая сказала, по крайней мере, цитата, «Это их жизнь абсолютно, это их право, я дома сижу», ответила она. Но вот как вы к таким вот комментариям относитесь? Ну, это абсолютно неправильно. Типа, я сделал то, что я считал нужным. Моя жизнь, мое решение, почему я должен кого-то спрашивать. То есть, пока еще в Конституции Российской Федерации закреплена свобода перемещения. Даже свобода слова есть, теоретическое. Опять же, я не знаю, я не понимаю, чего люди хотят. То есть, ну, делают там выпады в наш адрес. А зачем? Ну, если вы так счастливы, дом, как вы говорите, ну, так живите свою жизнь, мы тут вообще при чем? Не обращайте на нас внимания. Но если вы обращаете, это значит, что у вас не все так хорошо, как вы говорите. Но в какой момент вообще вы для себя стали осознавать, что вам вот душно становится жить в России, да? То есть, вот все тяжелее и тяжелее с точки зрения того, что происходит в стране? Это сложно сказать, потому что я все-таки еще достаточно молодой человек. То есть, когда началась война, мне было 23. И до этого на какие-то вещи я не обращал внимания, просто потому что, ну, у меня было не до того. У меня было там 17-16 лет, когда был в Донбасс, мне было 15. Ну, мне просто не до того было. А потом, когда я начал обращать какое-то внимание, я начал что-то понимать. Когда я начал что-то понимать, я начал что-то изучать, смотреть, следить за Навальным, следить за его расследованиями. Я четко понял, что это ненормально. В момент, когда все перевесило? Да, начало войны. А, все-таки вот именно начало войны. Потому что, опять же, я не беру Донбасс, я не беру Грузию, потому что мне было там 9-15 лет, соответственно. А потом все, что было, это был как бы вопрос свободы слова, вопрос свободы митингов и так далее. То есть, это все такое, скажем так, гражданского толка вещи. Но когда уже началась непосредственно война и как бы со всем остальным бэкграундом, что я в принципе понимал, что все, что происходит, не очень правильно, там уже у меня было черно-белое, там у меня уже не было никаких не все так однозначно историй. То есть, все накапливалось по чуть-чуть, по чуть-чуть? Было просто осознание, но когда уже встал вопрос жизни и смерти, там уже все, уже надо выбирать. Мы разговариваем с вами спустя месяц после смерти Алексея Навального в российской колонии, на которую вы отреагировали очень активно, написали в соцсетях, что война – это не просто специальная операция, а убийство – это не просто смерть. Чем для вас стало вот это убийство Алексея Навального, смерть, доведение до убийства, как многие говорят, за все эти годы преследования Навального и отравления? Что это за поворотный момент? Это очередная вещь, которую все думали, что не может такого быть, но она случилась. То есть, грубо говоря, так же, как было с войной, то есть все думали, что это все так. Пугалки, но в итоге это случилось. И также все думали, что Навального закроют, соткнут, но ни в коем случае не убьют. Но в итоге и это случилось. Понятное дело, что еще не закончено расследование, что сейчас наверняка все этим занимаются, и мы позже узнаем, что именно случилось. Но это же вопрос политзаключен. Здесь человека посадили ни за что. И он провел в ШИЗО почти 300 или сколько дней за год. Ну, даже если он своей смертью умер, то во что я не верю, то это все равно доведение до убийства человека. Это показывает бесчеловечность, то, что с похоронами устроили. То есть, ну хорошо, у нас вроде как пропагандируются какие-то традиционные ценности, правильно? Человек умер, дайте с ним проститься. Но даже из этого устроили какой-то непонятный цербор, не отдавали тело и так далее. То есть, ну где традиционные ценности тогда? На ваш взгляд, говорит ли это о том, что еще больше будут закручиваться гайки, еще больше будут преследоваться люди инакомыслящие, которые не идут в одну ногу с государством в России? Как вы считаете? Да уже куда дальше. Ну, то есть, всех, кто был активен, всех выдавили. Всех, кто неактивен, все замолчали. Потому что столько статей, что можно сесть за что угодно. Я не вижу дальше, куда. Ну, может и можно, конечно. Я просто не хочу об этом думать. Но опять же, как я и сказал, если уже это сделали, то уже могут что угодно сделать. Что вы испытали, когда увидели фотографии с концерта в Лужниках, уропатриотического Z-концерта, в котором приняли участие спортсмены российские и с нашивками Z, какие ощущения тогда возникли в отношении еще бывших, недавних соратников по спортивному цеху в России ваших? На самом деле, никакие. Если у человека все хорошо, он не хочет показывать, что у него все хорошо. То есть, он просто живет, и у него все хорошо. А если нужно устраивать публичную какую-то показуху, значит, все не очень хорошо. Ну, зачем? Если, как они, по официальным данным, 80% людей поддерживают войну, как на ней, ну, там другая формировка слова, неважно, то зачем это пропагандировать, если и так уже все поддерживают? То есть, пропаганда нужна, чтобы повлиять. А зачем влиять, если уже все хорошо? Значит, все не так уж и хорошо. Просто мы никогда, мы не можем собрать точные данные и понять на самом деле. То есть, примерно можно по каким-то косвенным данным понять реальный процент поддержки. Точно посчитать невозможно. Как вы оцените вот этот выбор, перед которым стоят российские спортсмены, те, кто остаются в стране, остаются в системе, вот этот выбор между спортом и политикой? Хотя в России больше всех кричат, что спорт должен быть вне политики, но при этом все спортсмены, ну, многие, по крайней мере, участвуют в политических акциях, в поддержку президента и так далее. Спорт в России — это и есть политика. То есть, как может быть спорт не политик, если спортсмены финансируются за счет министерства спорта? Это уже политика. Тех спортсменов, кто участвует в пропаганде, вопрос такой. Это они идейные, грубо говоря, они действительно поддерживают там Путина, войну и так далее? Или они просто приспособленцы, которые не хотят потерять свою зарплату? Я не знаю. Это, наверное, индивидуальный вопрос. Но если, скажем так, первый и лучше вторых, потому что, ну, хорошо у вас позиции, с которой категорически я не согласен, но это хотя бы позиция. То есть, как бы люди, которые действительно так считают, а просто приспособленцы, но это ужасно. Вы, когда сюда приехали, вас рассматривают ноги по-прежнему как российского спортсмена? Приходится что-то объяснять, вот вашу антивоенную позицию и так далее? Нет. Ну, есть социал-медиа, все все читают, и всем понятна моя позиция, поэтому зачем меня об этом еще раз порешать? Очень много было внимания к вашей фотографии с украинским фехтовальщиком Дарьем Лукашенко и с украинским флагом. Это ваша была инициатива, и вообще, в принципе, насколько важно было показать свою солидарность с народом украинским? Это была моя инициатива, но это получилось абсолютно случайно, потому что я не знал Дарья до этого. То есть, мы просто отфектовали соревнования, и мы встретились с ним уже возле подиума, там же познакомились, и там же решили, давай сделаем фотографию. То есть, это было просто полная импровизация. Ну, в итоге, да, было правильно. То есть, у него был с собой флаг, как я понимаю, для У него был с собой флаг, да, и я увидел, и мы только познакомились, я говорю, замечательно, давай сделаем фотографию. Вы хотели тем самым показать свою солидарность с народом Украины, который оказался под бомбежками и ударом? Да, показать позицию. Опять же, это больше, я считаю, что это чуть-чуть разные вещи, антивоенная позиция по российской политике и поддержка Украины с другой стороны. Это был жест поддержки Украины. То есть, это с Россией не связано. Потому что люди под бомбами, и это страшно. Как вы думаете, тяжело, конечно, предсказывать, весь мир гадает, но есть ли надежда у вас лично, что это в ближайшее время прекратится, что война будет каким-то образом остановлена? Не знаю, очень много меняется. Очень сложно предсказать, слишком много неизвестно. То есть, очень много от чего зависит Украина, Россию вообще предсказывать бесполезно. Что угодно может случиться. А российский спор, то, что он оказался уже в еще более глубокой изоляции по сравнению с тем, что было с допинговыми скандалами, это уже были цветочки, как мы сейчас понимаем, да, но сейчас, на ваш взгляд, сколько там лет, десятилетий понадобится, чтобы этот спорт вообще вернулся на какие-либо бывые позиции? Я думаю, что это зависит от видов спорта конкретных и от конкретных федераций. То есть, как сейчас, какие-то федерации дали выступать, типа нейтральном статусе какие-то нет. Я думаю, что так же и дальше будет. Кто-то будет быстрее возвращать, ну, естественно, когда война закончится, кто-то будет медленнее возвращать, кто-то будет такой, более индивидуальный процесс. Как раз вот мы с вами говорим, и ваш бывший тесть, глава ОКР Станислав Позняков на одном из заседаний заявил, что именно об условиях, которые МОК поставил перед российскими спортсменами, которые будут допущены в нейтральном статусе, что они должны будут осудить СВО, подписать некие иные документы, которые с точки зрения юридического департамента ОКР могут привести к нарушению российского законодательства. Во-первых, на ваш взгляд, будут ли такие, найдутся ли такие смелые, кто подпишет и поедет хотя бы в ходе в нейтральном статусе, но чтобы не пропустить Олимпиаду? Как вы думаете? Я думаю, что все, кто были смелые, все уже давно уехали, и они подпишут письмо просто потому что, не потому что их заставляют, а потому что они действительно так считают. А внутри, кто находятся, спортсмены, это будет решать ОКР, что им делать. Они не будут сами ничего решать, поэтому они и остались. Вам здесь для того, чтобы участвовать в американских странах тоже, и как и белорусским спортсменам, надо было подписать. Что было в этих бумагах, какие условия были? Осуждение войны, обязательство не демонстрирования российской символики и так далее. Все. Ну, грубо говоря, у меня не было, это мое мнение и так, то есть то, что мне нужно было это подписать, у меня не было никак. Вернемся вот в Токио, 21-й год, Олимпийские игры, которые в связи с пандемией были перенесены на один год, с 20-го на 21-й. Вы, выходя на помост в Токио, насколько для вас было значимо или незначимо уже на тот момент, что вы не можете представлять Россию и выступать под российским флагом и без российского гимна, чтобы выступать. Абсолютно все равно. Жизнь спортсмена, это, если мы не берем детство, взрослого спортсмена, это 10 лет плюс-минус, максимум 15. То есть говорят, что больше трех олимпийских циклов это перебор. Просто психика уже ломается. Поэтому, в моем понимании, если ты спортсмен, ты занимаешься своей карьерой, то, опять же, за кого ты выступаешь, это неважно. То есть мне в этом плане больше нравится подход, опять же, частных лиг американских и также то, что происходит в футболе. То есть, ну, сборная – это здорово, но в основном это количество времени футболисты, например, играют в клубах и выступают за клуба частные. Вот эта история мне больше нравится, потому что я не понимаю, почему должен спортсмен зависеть от стороны, почему он не может быть просто частным лицом, который делает то, что он хочет делать. Все самые успешные спортивные лиги мира, частные, это, наверное, о чем-то говорит. И там люди не выступают за свою сторону, не выступают за клуб. Опять же, это тоже о чем-то говорит. Поэтому у меня никаких эмоций по этому поводу не было. Я выступал за себя в личных соревнованиях и за свою команду в командных соревнованиях. Моя команда – это четыре человека, то есть четыре саблиста. Мы друг за друга выступали. Ну, дальше – ну, да, хорошо, за… В жизни профессионального спортсмена большую роль сейчас играют социальные сети. Какую роль они играли в вашей жизни до отъезда и как она изменилась сейчас? До отъезда никакой. Я абсолютно забросил свои социальные сети. До того, как я выложил свой антивоенный пост, предыдущий пост в Инстаграме у меня был год назад, за год до этого. Сейчас, так как я высказываюсь, мне стало это чуть более интересно. Сейчас я пытаюсь как-то более-менее заниматься. Больше что-то иногда когда-то получается. Ими я имею в виду Инстаграм, все остальные как-то мне… По реакции вы видите, по комментариям вы видите, что вас читает аудитория, у вас основная все-таки еще из России или уже и американские пользователи? 50 на 50. Давайте посмотрим, что мы будем. Давайте. Последний месяц. Топ-сириес. Сан-Диего, Нью-Йорк, Москва, Сен-Гапурт. Топ-сириес, Юнайтед-Стейс, Сен-Гапурт. То есть почти 50 процентов. Америка. Country, да. Ну, речь не важно. Но связано ли это с тем, что вы начали больше писать по-английски? Наверное, плюс… Это статистика за последний месяц. То есть было интервью в CNN. Естественно, оно… Был буст сильный. Но если брать более широкий, потому что-то я бы сказал, что это, наверное, 45 процентов Россия, 45 примерно Америка и 10 процентов все остальные страны. Немаловажный вопрос, конечно, Константин. Насколько безопасности вы ощущаете себя в Соединенных Штатах? Абсолютно. У меня нет… Ну, я спокойно живу, работаю, путешествую. Нет у меня никакого чувства тревоги. Все хорошо. Я не Родченков, я не Навальный, я не… Навально-я. Я не Зеленский. Я не политик. Я думаю, что в этом принципиальная разница. Я спортсмен, который занимается своим делом. Ввиду войны история стала частично политичной. Но я не политик, как они все. И в этом, наверное, принципиальная разница. По поводу определений. Вы к какому больше склоняетесь? Вот когда о вас рассказывают, что вы переехали, эмигрировали или бежали, что точнее определяет ваш шаг, ваше действие? Я бы это сформулировал, как сделал свой выбор. Потому что бежать мне не нравится, мне нечего было бежать. То есть бежали люди, которых бомбили на Украине. Эти люди бежали. Отбол. Это бежать. Люди, которых политически преследовали в России, они бежали. Мне нечего было бежать. Если бы я просто из Германии прилетел в Москву, ничего бы не случилось со мной. Поэтому бежать неправильно. Если бы вы, опять же, продолжали сохранить молчание? Ну, естественно, конечно. Но, да. То есть мне нечего было бежать. Я просто сделал свой выбор. Что я считаю правильным, а что нет. Но, опять же, сделав такой выбор, вы получили возможность свободы выступать, высказываться, правильно? Да. И спокойно жить со своей совестью. Константин, ну вот мы сидим в этом зале, в Сан-Диего. Как вы здесь оказались? Как приняли решение тренировать? Тренировать это спонтанно было решение. А в целом я после Германии полетел в Атланту. Просто взять время, подумать, что будет происходить, посмотреть. И мне предложил работу знакомый Дмитрий. Я знал его лет 10, наверное, к тому моменту. Мы вместе фехтовались с его сыном одного возраста. И все, он позвал меня приехать, пообщаться, посмотреть. Я приехал, в принципе, сложно не переехать в Сан-Диего, когда предлагают переехать в Сан-Диего. Дмитрий Гай в прошлом член сборной СССР по фехтованию. В 1991 году получил в США политическое убежище. Побеждал на североамериканских соревнованиях и основал в Калифорнии клуб фехтования «Спартак». Сегодня это Лахоя Фенсинг Академи. Примечательно, что в советской сборной Дмитрий Гай также саблист, выступал одновременно с нынешним президентом Олимпийского комитета России Станиславом Позняковым, теперь уже бывшим тестем Константина Лоханова, а также с действующим президентом Национального олимпийского комитета Украины Вадимом Гудсайтом. Уже после переезда Дмитрия Гая в США Позняков и Гудсайд вместе завоевали золото Олимпиады 1992 года в Барселоне в составе объединенной команды, состоявшей из представителей бывших советских республик. «Судьба играет человеком, а человек играет на трубе. Действительно, Стасик Позняков был мой тиммейт, он чуть-чуть моложе меня, то есть он был мой младший тиммейт, и Вадик Гудсайд тоже моложе меня. И, в общем, мы выступали за Советский Союз вместе. И сейчас они по разные стороны баррикад, и Позняков, да, президент Олимпийского комитета России, а Гудсайд, президент Олимпийского комитета, вы правильно сказали, Украины, недавно был министр спорта. Уже ничему не удивляюсь, как говорится. Голливудский сюжет. Да, да, голливудский сюжет. В настоящий момент я, безусловно, поддерживаю Гудсайда, Вадика, и общаюсь с ним, и не поддерживаю ни Познякова, ни Олимпийского комитета России. Вот, так сказать... А то, что Костя, еще и бывший тесть Познякова, это как айсинг он де кейк, знаете. К сожалению, человек превратился, вот, так сказать, в советского функционера. Делает ли он это, потому что он обязан это делать по роду службы, или он действительно во все это верит, чертю знает, я ума не приложу. Можно ли говорить о том, что война стала этой лакмусовой бумажкой, которая высветила и окончательно показала лицо от всех тех, кто в системе? Безусловно. Я уже 24 года всем морочу голову, что добром это не кончится, что пришел очень опасный режим, понимаете. Но мне никто не верил. Ну, нет, некоторые верили, но никто со мной не соглашался. Да ладно, как-нибудь рассосется, как говорится. А вот после 24 февраля 22 года, обычно, если они могут говорить, они говорят, а как же ты все знал, ты же нам все это рассказал. А мы, так сказать, не верили. А все, что ты сказал, оказалось правдой. На что я говорю, это ладно, говорю. Будет еще хуже, не волнуйтесь, говорю. Это мое следующее предсказание. Пока это не станет лучше, будет намного хуже. Поэтому, да, пришлось действительно прекратить общение с огромным количеством людей. И опять же, хотя я прекрасно понимаю, что они просто не могут, находясь там, что-то сказать по-другому, но для меня это недостаточно. Поэтому пришлось прекратить общение. Ну, во-первых, я считаю, что Константин очень западный человек, даже когда он жил в России, он не согласен с войной, он не согласен с политикой сегодняшней России, которая, как мы видим, к сожалению, превращается или уже превратилась в Советский Союз. Он убегает, потому что все-таки, когда я подавал документы, уже Горбачев пришел, можно было подать документы, сейчас только можно убежать. Я знал его многие годы с молодости, когда мой сын и мой ученик фехтовал за сборную США, а он одного года с Костей, и они, так сказать, были конкуренты. То есть я знал его, я знал его достижения, я знал, что он хороший парень. И опять же, я хотел ему помочь, потому что я считал, что он делает все правильно, что он не хочет в этом во всей, так сказать, в беде жить, и не хочет в этом участвовать. И он убегает, а жить-то надо ему на что-то. И поэтому я ему предложил работу у себя тренером, и он согласился, и мы с тех пор счастливо тренируем детей вместе. Это примерно то, что вы себе представляли, когда перебирались в США, или даже не задумывались на тот момент еще, а возможно, тренерская деятельность? Нет, тренерская деятельность была плюс-минус очевидна, потому что это, в принципе, единственное, в чем я разбираюсь, в фехтовании. Судьба российских спортсменов учиться некогда. Бывших российских спортсменов. Ну, а дальше по локации в принципе, это было стечение обстоятельств скорее. То есть, конечно, здорово, если бы это была Калифорния, как и оказалось, но в принципе, там как карта ляжет, как говорится. Не могу не спросить, фехтование еще мольер воспалял, как вид искусства, как необходимость нанесения ударов, избегая ответного удара. Но это вот на самом деле принцип, который сейчас можно применить и в жизни, и в войне. Как вы считаете, насколько вот задумывались ли вы о таких перекличках между спортом и реальностью, и войной, особенно в нынешнем? Это 100% перекличка, потому что, по сути, фехтование – это и есть война, только она сейчас, грубо говоря, в рамках спорта и с правилами, но в принципе, это то же самое, что была война до появления огнестрельного оружия, правильно? Поэтому в принципе, суть такая же. И суть и внутри фехтования это очень ощущается, потому что ты понимаешь, что да, у тебя есть правило, ты, конечно, не умрешь, ты просто проиграешь удар, там бой, соревнования, неважно, но суть все равно такая же. То есть на тебя бежит человек с оружием и хочет тебя ударить, тебе нужно что-то с этим сделать. Да, в рамках правил, но все равно. Иначе ты, ну, грубо говоря, аналогия, ты как бы умрешь, но просто в данном случае ты меньше теряешь, само собой. Но суть примерно такая же. И это один из принципов, которые, по крайней мере, я объясняю детям. Когда они, опять же, некоторым детям сложно, они разные, кто-то понаглее, кто-то скромнее и так далее. Но я часто им говорю, что другой человек хочет вас ударить и хочет вас победить. Если вы не будете сопротивляться, он это сделает. И ваше соревнование закончено. И это, в принципе, аналогия прямая с войной. Не сопротивляешься, ты проиграл. Вот и насколько в данном случае психология играет большую роль? То есть, опять же, как в войне, психология соперников, она тоже играет большую роль. Вот как вы оцениваете роль психологии? В фехтовании 90% это психология. 5% фехтования, 6%. 4% физическая подготовка. Но 90% это исключительно психология. Потому что спортсмен может быть сколько угодно сильный, он может прекрасно все умеет делать технически. Но если в стрессовой ситуации, а будет стрессовая ситуация, соревнований, чем выше уровень, тем они еще более, дают больше стресса, если человек под стрессом не может сделать то, что он должен сделать, даже если он технически это умеет прекрасно, он все равно это не сделает. Просто проиграет. Здесь очень много спортсменов, которые очень сильные на тренировку, с ними действительно сложно. Но на соревнованиях они сдуваются, они не могут ничего делать. Опять же, потому что стрессы блокируют. То есть, грубо говоря, самый простой пример есть. Мужская сабля. В последние три Олимпиады выиграл один и тот же человек в личных соревнованиях, чтобы было просто невозможно. Но он это сделал. То есть, получается, он выиграл в Токио свою третью подряд, но к этому моменту он ни разу не был чемпионом мира в личных. Потому что у него непонятно как, но именно к Олимпиаде он один из тех, кто готов. Есть большая разница в школах российской, бывшей советской и сейчас американской. Что вы видите? Именно в подготовке. То есть, опять же, может где-то психология больше поддается, где-то, например, меньше поддается психология, а больше физическая выносливость. В принципе, разница небольшая, потому что фехтование в Америке начали люди, которые приехали сюда из Советского Союза. То есть, это советская школа, которая, грубо говоря, до сих пор существует и она так и идет. Единственная разница, что в Америке есть микс, то есть сюда приехали те, кто приехал из Советского Союза, они тут начали все это движение. Но, тем не менее, все равно были люди, которые прижали из Венгрии, из Румынии, из Франции, из классических фехтовальных стран. Поэтому чуть больше микса сейчас последние, там, 15-20 лет это азиатские страны, которые раньше тоже не умели фехтовать, но сейчас они очень сильные. То есть, разница, опять же, в этом миксе, но помимо по психологии, на самом деле, разница фундаментальна в фехтовании, в разнице фехтования в странах. То есть, в Европе, в том числе, в России, фехтование это работа. Это основной твой род деятельности. Здесь фехтование это дополнение. Почему оно так популярно на детском уровне? Потому что это помогает поступить в лучший университет. Здесь человек фехтует, потому что он хочет. Он закончил фехтовать, если он больше не хочет. Он получил хорошее образование, он идет работать куда угодно. То есть, чуть больше свободы, потому что есть выбор. У тебя есть какое-то будущее после фехтования. Какое будущее, например, после фехтования в России? Тренер? Госдума. Давайте возьмем среднестатистический фехтовальщик. Госдума это для лучших фехтовальщиков. Среднестатистический фехтовальщик тренер? Мелкий какой-то чиновник. Госдума это не туда. И все. То есть, я не знаю других примеров. Люди либо остаются в фехтовании, либо около спортивном чем-то. Но, опять же, это надо уже быть чуть-чуть выше уровня. Все. Здесь у тебя будущее любое кратиться хочешь. Потому что, опять же, они не пропускают стадию образования. Тут вопрос еще такой. Вы как раз упомянули аспект советской школы, которую сюда предсоветские специалисты США перебирались. Сейчас можно ли говорить, что на фоне вот этой войны, агрессии против Украины, что вот эта утечка фехтовальных мозгов, не научных, а именно фехтовальных, она получит какой-то новый импульс. И что вот вы среди первых, но будут еще последовать? Я не знаю. У меня нет такого ощущения. То есть я на данный момент уже два года войны идет. Я знаю, помимо вот нас троих, еще одного человека и все. Опять же, я говорю за саблю сейчас, за тех, кого я лично знаю. Может быть, в других видах уже другая ситуация. Но в сабле я не вижу никакого массового оттока. И так как я с некоторыми своими лучшими друзьями, с которыми мы там росли вместе, общаюсь в России. Их мало, но они есть. Его не предвидится этого оттока. К разговору о том, могут ли быть допущены в дальнейшем российские спортсмены к Олимпийским играм и к чемпионатам мира уже под флагом России. Если это случится, то какие у вас будут чувства, когда вы выйдете фехтовать против своих бывших соотечественников? Никаких. Потому что в этом и прелесть фехтования. это бой. Грубо говоря, одного человека против другого. И какую бы страну вы не уступали, может, это твой друг. Но если вы попали, тебе нужно его выиграть. То есть это достаточно часто происходит. В группе международное соревнования там 200 человек и два человека, которые там лучшие друзья, бас, и друг на друга попали. Просто по результатам жеребьевки. Но у тебя нет выбора, тебе нужно выиграть, даже если это твой лучший друг. Поэтому всегда мой первый тренер мне всегда говорил, что на дорожке у тебя друзей нет. И, соответственно, соотечественников нынешних, бывших у тебя тоже нет. Поэтому именно эмоции, что фехтовать с кем-то из своих бывших однокомандников у меня не будет никаких. Последний вопрос. Вы в жизни ни о чем не жалеете, не бывай? Я думаю, что с философской точки зрения возможно, но с точки зрения всех последних моих принятых решений нет.